что лучше квадрат или прямоугольник для такого помещения как кухня-гостиная вот об этом сегодня и поговорим всем привет поехали сегодня я решил рассмотреть вопрос куда лучше впишется кухня-гостиная в прямоугольник или в квадрат почему я решил про это сегодня поговорить потому что выбирая квартиру проектируя дом вы неизбежно сталкиваетесь с таким помещением под названием кухня-гостиная и вот вам помещение показывают и говорят смотри 50 квадратных метров это же класс вы говорите да это класс берем не задумываясь о том а как же там в последующем все будет располагаться хотя нет вы конечно задумываетесь и думаете что все туда влезет но не все так просто давайте смотреть что лучше что хуже и рассуждать на эту тему и кстати пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и предлагайте свои варианты я взял 50 квадратных метров у меня есть прямоугольник 50 квадратных метров и есть квадрат 50 квадратных метров и вот как в них расставляется мебель вообще в кухне-гостиной мы как правило говорим о трех зонах первое это кухня второе это столовая и третье это мягкая группа диванная зона то есть место где мы отдыхаем как они распределяться в квадрате примерно каждый в своей четверти если мы зрительно разделим этот квадрат еще на 4 более маленьких квадрата я всегда рекомендую ставить кухню с островом здесь она есть вот она кухня с островом стоит пожалуйста то есть за островом удобно готовить ну и все такое прочее кому интересно ролик про кухне может посмотреть рядом с кухней должен стоять обеденный стол куда удобно передавать тарелки ну и где-то недалеко мягкая зона при такой расстановке у нас появляется свободное пространство которое то ли холл то ли не холл но она остается из которого у нас происходят все движения по этой комнате то есть мы можем зайти на кухню мы можем зайти прямо там где диван или протиснуться между диваном и кухней к обеденному столу в таком размере 50 квадратных метров вписывается все достаточно неплохо хотя в принципе остается вопрос о том а зачем столько свободного места то есть хотелось бы как-то порациональнее его использовать если мы начнем уменьшать этот квадрат то есть 50 метров до 40 например то мы обнаружим что у нас уже мебель так как она стоит стоять не может то есть она просто не будет влазить вот посмотрите сейчас уже остается критическое расстояние между кухней и диваном сам по себе диван на два метра и больше поставить мы его не можем потому что если больше то он уже в стену упрется мебель стены упирать нельзя ну во первых шторы будут висеть а во вторых нужно давать какое-то пространство между мебелью и стеной чтобы воздух так сказать как-то циркулировал но не ради циркуляции воздуха ради визуального восприятия все мы это делаем что происходит в прямоугольнике в прямоугольник когда мы попадаем то есть у нас тоже на три зоны делится это помещение визуально то есть есть кухня после кухни есть обеденный стол и дальше уже диванная зона и вот здесь вот наше движение по этой комнате выглядит гораздо логичнее потому что мы не попадая ни в одной из этих зон можем передвигаться вдоль всего этого пространства и при необходимости пройти на кухню не мешая никому к обеденному столу или в мягкую зону можно например еще вдоль стены тут добавить какие-то стеллажи там и так далее но хотя и в квадрате тоже наверное можно вот сюда вот добавить какие-то стеллажи в прямоугольнике в этом варианте у нас есть три окна в квадрате два окна конечно бывают угловые квартиры но это не так часто гораздо чаще квартиры все-таки зажаты между другими и получается что окна у нас только на одну сторону поэтому квадрат получается более сжат и очень часто еще в эту сторону пытаются вытянуть комнаты застройщики это значит что вот эта вся дальняя часть она будет более темная чем в прямоугольнике вот именно в такой конфигурации здесь кухня рядом с окном понимаете то есть к каждая зона она находится у своего окна и это тоже плюс но сейчас я не агитирую за то чтобы выбирать именно прямоугольник или выбирать именно квадрат я призываю вас к тому чтобы порассуждать что на ваш взгляд лучше квадрат или прямоугольник вот лично мое мнение это прямоугольник сколько бы мы не делали планировок всегда в прямоугольник лучше всего вписывается мебель и она логичнее расставляется и даже если мы будем его уменьшать то есть поджимать да допустим у нас нету 50 квадратных метров а есть 40 и допустим вот эта стена двигается внутрь помещения то мы можем запросто оставить кухню просто вдоль стены ну пускай она будет без острова например но все равно это расположение будет гораздо удобнее чем 40 квадратных метров пытаться расставить мебель сейчас пару слов про композицию это тоже важная часть интерьера то есть когда мы планировку рисуем мы уже на этапе планировки думаем какая будет композиция то есть мы уже закладываем сюда композицию и вот в прямоугольнике все очень хорошо выстраивается и как бы нанизывается на одну ось вся мебель я имею ввиду соответственно светильники могут располагаться по этой оси и вся композиция может завязываться вот именно поэтому по этому центральному месту по этому принципу в квадрате нам придется дробить на части то есть у нас есть одна ось вот она вот так вот наверное располагается и 2 ось это где уже кухня и стол так тоже можно но получается уже немножко сложнее их просто больше и композицию выстраивать будет немножко сложнее почему мебель стоит именно так они по-другому ну например в прямоугольнике логично что кухня будет стоять с одного края то есть посередине и и оставить наверное не очень логично да там и стояков скорее всего не будет поэтому кухня стоит в этом варианте около стены понятно что стол должен стоять рядом с кухней но не бежать же через диваны там или не кидать тарелки туда и лови там на столе поэтому стол стоит между диванной группой и кухней здесь все логично возникает вопрос в квадратной гостиной почему кухня стоит в дальнем углу почему бы кухню не развернуть как но можно развернуть кухню как но но тогда остров а мы же хотим с острова остров прижмется с дивана и между диваном и островом практически не останется место и тогда смысл в острове но теряется мы не сможем подходить к острову мы не сможем за него присаживаться но только разворачиваясь с дивана либо подвинуть диван ближе к телевизору и таким образом сократив расстояние между телевизором и диваном что тоже не все любят сейчас же большие краны большие возможности поэтому зачем себя ограничивать хотя я всегда стремлюсь к тому чтобы кухню ставить ближе к окну она сразу же лучше освещена так как мы там проводим очень много времени то всегда приятнее проводить это на хорошо освещенном пространстве да еще и глядя в окно ну и коммуникации то есть есть не определенные сложности тащить коммуникации вот так вот далеко друзья вот такие варианты у меня получились прямоугольники в квадрате я жду от вас комментариев хочу чтобы вы тоже написали и напишите пожалуйста какие у вас помещения сколько в них квадратных метров и как вы расставляли мебель это будет очень интересно это опыт для всех давайте им поделимся и соответственно у нас получится много вариантов и аналогов из которых мы сможем выбирать и и таким образом друг другу поможем на этом все всем пока ставьте лайк жмите колокольчик в общем сами вы все знаете подпишитесь на канал а это друзья вам в помощь мало ли будете квартиру выбирать дом строить проектируйте правильно